В Кремле резко отрицательно отреагировали на принятую резолюцию Европарламента в отношении некоторых российских СМИ и намерены принять ответные меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Песков. Власти России обвиняются в введении пропаганды за счет государственных СМИ с целью раскола ЕС. Информационную угрозу для Евросоюза, по мнению депутатов Европарламента, представляет телеканал Russia Today, агентство «Спутник», фонд «Русский мир» и агентство при Министерстве иностранных дел России «Россотрудничество». Также в документе говорится, что Россия оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям Евросоюза. В ответ на резолюцию Кремль уже готовит запуск многолетней программы по изменению статуса русского языка в мире. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Митрофанова заявила, что русский язык получит законодательный статус в странах бывшего СССР, включая страны Балтии, а также будут приложены все усилия вплоть до особых для распространения и укрепления его в странах бывшего социалистического блока. Подключились и депутаты Госдумы, призывающие не только наращивать финансированные средства массовой информации, но и всю индустрию масс-медиа приравнять к Министерству обороны. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Саралиев. На заседании Комитета депутат отметил, что военизированный статус журналиста в форме сделает его более защищенным и свободным, а сами СМИ будут решать свои вопросы в рамках боевых частей.